это победа 100 процентов заряд батареи идет процесс баллы дозарядки видите 3 ампера еще в батарею льется видимо дозаряжаются в батарейку влились 7 8 киловатт час она была на 30 процентов заряжена вы спросите друзья как же так получилось как мы смогли победить эту батарейку как вы добились такого потрясающего результата а я сейчас покажу руками работала вот на этих планеров два человека обслуживала их 5 менеджеров вот в этом и убогость современной цивилизации подумайте над этим друзья напишите ваши мысли по этому поводу а виновником спляски с бубнами стал вот такой коврик что это такое вы спросите это коврик нагревательный такой маленький дурацкий греющий коврик под батарейкой может вывести из работающего состояния целый планер его маркировочка он не работал и пока батарейка была в теплом климате в италии не использовалась зимой она прекрасно работала как только начался подогрев одна из батареек высаживала энергию быстрее чем другая никакая балансировка с этим не справлялась именно поэтому пришлось балансировать батарейки чайником мне там еще что то еще что то еще что то и чем все было плохо сейчас все хорошо ну что ж друзья попробуем взлететь на пипестреле на котором поменяли батарейки не знаю еще что с этого получится но пока из хороших новостей батарейки зарядились полностью прям изумительно и этот теперь вот как сказал вайдос когда техника работает так как должна это просто волшебно кто такой вайдос им сейчас его покажу вот он смотрит бинокль наш спаситель вайдос по вашей ручкой человек который прожил неделю на море под воротами пипестреля и спас можно сказать этот планер от забытия включаем батарею батарея подключена теперь включаем питание этой системы активно проверяем винт крутится крутится прекрасно ну посмотрим сколько выдаст эта штука на полным взлетным взлетной мощности 30 киловатт она выдает больше не хочет зараза но ничего зато какой отрыв какой прекрасный взлет 31 киловатт по сути дает то есть немножечко не додает почему непонятно но и неважно в принципе переставляем закрыла положение ноль делаем скорость но уменьшаем мощность до 20 и погнали на ту горку вперед взлет произошел друзья батарейка сто процентов какая-то магия я бы так назвал это я могу спокойненько выключить двигатель выключаю и перевожу убрать наш мотор по идее убирается смотрим убирается он так как зеркало показывают фантастика конечно я сам своим не верю глазам заряд батареи 80 процентов мы на таком раньше извиняюсь за эмоции взлетали раньше 80 процентов на взлете казалось счастьем а сейчас в предыдущий планер тоже взлетел и убрал двигатель сейчас мы спокойненько летаем уже нас по склону за счет энергии восходящих потоков как мы лихо уделали все планера которые летают под нами просто я счастлив даже не знаю как сказать глубочайшим и всеобъемлющим восторге потому что во-первых я по пепестрили починил никс и теперь никс у дерева реометр работают прекрасно во вторых мы починили батарейку и теперь батарейка работает прекрасно и наверное по батарейке как раз надо записать такой небольшой роличек и рассказать все заключения про батарейки пока мы под углом ждем другие планера рассказывая приключениях электроники и так как вам известно этот планер был куплен в италии и первым делом у него накрылась батарейка почему накрылась ну потому что перестала заряжаться сначала там 80 процентов потом 70 потом вообще меньше 50 потом эту батарейку я отбалансировал чайником то есть я разобрал увидел что одна батарейка здесь две последовательно одна была имела разницу в 9 вольт другой я ее разрядил зарядное устройство мне поэтому я просто взял чайник электрический самовар боевой гибридный самовар он может и от шишек работать и от забивать его элемента и с помощью него я разрядил батарейку опять планеру какое-то время полетал там еще полетом 10 15 потом разбалансировка усилилась и достал понять что все-таки нужно кардинально решать вопрос мы заказали хозяин так сказать этого планера заказал ремонт и пестрели стоило это нужно было отвести батарейку нам сказать что да от купить красивый большой ящик 1600 евро стоил ящик большой красивый я даже не думал насколько он большую такую штуку которому это 4 не влезла пересылка этого ящика на грузовике и так далее стоило 700 евро но показалось что одну батарейку вести нельзя точнее 2 вести нельзя нужно их вести по отдельности потому что батарейки еще самого страшного типа опасного который там взрывается так все ждут у нас за спиной достает вот это ставить что домой страшно что честно говоря в плане страшно мотоцикл страшно мотоцикл можно там особо гореть нечему вот представляете если здесь летим мы летим загорается тут вот сзади здесь вообще парашют с ракетой очень было бы неприятно что переделать очень нужно вот теперь пошел дымок хорошо вот ну посчитайте нужно было отправить в италию потом получить назад ящик 7 еще 700 евро потом еще раз отправить потом еще раз получить и потом эту процедуру повторить еще раз то есть маразм две батарейки нужны были сразу в италии вот волка за и капуста ну тогда рубанули резко и здраво решили что батарейки отвезет мой друг вайдос который сказал что хочет морю желательно денек-другой в итоге он там застрял на неделю отвез он эти батарейки заплатили музей за ремонт нам почитали предварительно 2200 евро и пока мы не согласились это заплатить и не заплатили нам не давали даже адрес куда везти мы сейчас к скалам слетаем там будет интересней хорошая компания планиров пошла на переход давайте посмотрим как пепестрили на переход ходят ну что думаешь на 180 на 150 почему ну давай 150 вот потихонечку разгоняйся да мы сейчас туда быстро долетим сейчас дует южный ветер по идее у склона должен быть динамик сверху какой-то облачки но какой-то дотловатое вы можете наблюдать как мы отважно пилотируем пепестрелю скал а параллельно я буду рассказывать про ремонт батареек это не менее увлекательно итак батарейку разобрали нашли дефектные пару элементов думали что дефектные поменяли эти дефектные элементы на менее дефектные до новые и не смогли батарейку сбалансировать потому что она просто отказалась сбалансироваться то есть стало еще хуже казалось бы поменяли элементы а стало хуже есть этому некоторое объяснение потому что батарейки были старые элементы уже двухлетние а поменяли на новые и решили что наверное это является проблемой поменяли на старые опять попытались сбалансировать опять ничего не получилось и тут кого-то из технарей надо дать должное на технари на пепестрели работают как раз хорошие не очень хорошие работают менеджеры но это неважно так технаре осенило что оказывается летал то я зимой логично и работал нагрев логично я про это написал я написал во всех письмах писал ребята тогда я начал батарейки греть перед полетом возникла эта проблема и так они проверили коврики так оказалось что один коврик был дохлый не работал а второй коврик разрежал батарею одну так то есть одна батарея не нагревалась что само по себе для батареи плохо а другая батарея нагревалась но тем самым высаживали себя энергию а батареи же балансируется с помощью резисторов то есть одна батарея постоянно разряжалась и не могла догнать вторую батарею которые не работал нагрев и вот так вот эти батареи с ума сходили медленно и вместе заставляя Сходить с ума еще зарядное устройство Когда коврики поменяли Все, вуаля, проблема исчезла И так, по сути, ремонт батарей Который суммарно обошелся С ящиками-фигачниками Под 4000 дорогой евро Заключался в замене одного коврика Стоимостью 100 евро Да даже и 100 там он не стоил Вот парадокс современной цивилизации Можно ли бы эту проблему было определить раньше Да, наверное, можно было бы Если бы мне дали возможность Немножко схемы посмотреть Еще чего-то Но в этом и философия современной пипистреля Что это то, во что нельзя лазить То есть, ты имеешь вещь У тебя с вещью возникла проблема Ты о ней пишешь дилеру Дилер эту проблему типа решает И все Но это стоит адских денег Это стоит адского расхода времени И это, конечно, удручает Будем надеяться, что дальше этот планер будет ломаться меньше В любом случае, я знаю теперь, что делать То есть, если вдруг это произойдет дальше И будет столько же сложности с батареями То просто, ну, есть возможность сделать батареи Используя ту же самую БМС Батарея будет думать, что она от пипистреля На самом деле, это современная новая батарея Будет с хорошими греющими элементами И прочее, прочее И которую можно будет проверять, тестировать Она будет менее пожароопасна, чем тот, видите, который стоит То есть, все в плюсе Единственное, что это будет, ну, как бы так сказать Капельку нелегально Вы же об этом никому не скажете, правда В рассказе про батарейки я забыл сказать О заключениях Вайдеса Который остался в итоге на неделю Потому что три дня дотянили батарейки Потом еще день решали, как же их отдать Потому что их чинили в пипистреле Италия А платили за ремонтную пипистрель Францию Ну, потому что мы находимся на территории Франции Такова политика в пипистреле В общем, так это все кончилось тем Что они договаривались еще сутки по поводу оплаты Потом отдали батарейки А потом у Вайдеса, когда он ночью слушал Стругацких Трудно быть богом Разрядилась батарейка в его автомобиле И на трассе, на магистрале Итальянской Ему так и не смогли эту батарейку зарядить Он завелся с толкача И таки доехал до нас Представляете абсурдная ситуация У человека на борту Батарейки, в которых там 10 кВт часов электроэнергии И вот он И можете куда уехать Смешнее этого может быть только история С моей BMW i3 У меня есть электромобиль BMW i3 прекрасный Он работает у нас уже 6 лет Работает прекрасно, я им очень доволен А самой машине 9 лет Так вот, год назад на этой машине Разрядилась свинцовая батарейка Свинцовая маленькая батарейка Которая нужна для работы электроники Которая нужна, чтобы там ключ электрический работал Крышка замка там На топливном баке На электромобиле есть топливный бак Там гибрид Это не гибрид Это, как я называю Электромобиль с долетным двигателем Там есть маленький-маленький моторчик От скутера Который работает чисто в режиме генератора И помогает этой модели Доехать куда-нибудь Если у вас кончилась электроэнергия в батарейке 9 литров топлива Он проезжает еще 150 километров Такой конфигурации Очень мне нравится эта штука Потому что, по сути, у тебя электромобили По всем налогам электромобили Но при этом это все-таки Бензин еще есть Так вот, батарейка разрядилась 12-ти вольтовой И превратила вот эту штуку Этот электромобиль Дорогущий и красивый Замечательный В тыкву Из-за разряжения 19-ти вольтовой батарейки Машина с ума сошла И когда мы батарейку заменили Она с ума на ум не вернулась То есть она сказала Ой-ой-ой Я такая машина Машина Меня вызывали когда-то БМВ А кто и сейчас Я уже не знаю Давайте меня к этому К дилеру Мы же говорим Ну ты же вот БМВ как и была С тобой ничего не случилось Кроме батарейки Нет-нет-нет У меня отключались мозги Я все Я с ума сошла Мы привезли В сервисный центр БМВ Представляете, да? С автобана Нужен специальный эвакуатор Который только на автобан Имеет сертификат заезжать Этот цирк с бутной был На несколько дней Машина доехала до сервиса Нам сказали там Что, знаете, у нас очень Три месяца вперед Ладно, на три недели Но мы вас через Две-три недели посмотрим Машина простояла Причем, кстати Если бы основная батарея Была разряжена Она бы за это время Точно умерла Машина простояла На ней заменили батарею Причем мы сказали Что нужно делать И мы сказали Давайте мы батарейку купим Мы купили Но там обычная была Не-не-не-не-не Вы можете ошибаться Через три недели нам сказали Ой, а у вас батарейка сдохла Говорит Пойте покупать Нет, мы будем плясать Вокруг этой машины Мы купили эту батарейку Еще две недели ждали И только потом Все поставили Подключили эти устройства Машина сказала О, я BMW теперь И поехала дальше Вот за это Я современную цивилизацию ненавижу И только этого Останавливает меня Вот, например Вот такой планер Как этот покупать Да, мне это все очень нравится Но мне очень не нравится Закрытая система И вот эта максимальная ориентация На дилеров И вот всю эту типочку Ну, мягко говоря Скажем так Обычно от драмаедов Потому что руками Работало вот над этим планером Два человека А обслуживало их Пять менеджеров Вот в этом И убогость современной цивилизации Подумайте над этим Друзья Напишите ваши мысли По этому поводу 51% заряда батареи То есть на второй полет Мы израсходовали Было 80 Стало 50 То есть 30% То есть судя по всему Полностью заряженная батарейка В какое-то время Дает бонус Ну так и было Когда мы взлетали Где-то до 150 метров У меня показало 100% заряд Ну это опять же Хорошая новость Значит Значит все будет Прекрасно Вот сейчас на два вылета У нас хватило Еще пол батарейки И в принципе Можно 51% Можно и третий вылет сделать То есть мы тогда Заглушимся Где-то на 20% То есть тоже хорошо Посмотрим Я буду заряжаться Не буду Я еще не решил 91% зарядок батарей Стоим в очереди На взлет Вот один планер Только приземлился И он конечно Сделал длиннющий Файнл То есть я не знаю Сколько он там километров Летел до нас Соответственно За это время Еще один планер Вошел в круг Соответственно Вот там еще Несколько планиров В режиме ожидания Это к вопросу О том Что нужно ли Делать такие длинные коробочки То есть нужно ли Просто лететь Полчаса там На этот файнл Чтобы Не знаю Там полтора километра От рахтеть до аэродрома Ну вот я считаю Что нужно просто Если есть Хоть какой-то трафик Уметь делать Более короткий заход Вот например Планер который Заходит сейчас Пожалуйста Он более грамотный Явно Ну и мы сейчас Начинаем Потихонечку Мирно Разгоняться Потому что Иначе Мы рискуем На нос Опуститься И вот теперь Более-менее Эта штука рулится Можно дать полный газ Вот разгоняемся 80 В принципе Можно отрываться Оп Потарахтело Ну и сейчас Надо выдержать Потому что Юго-Восточек Сейчас из-за холма Нас доводет Я подальше От холма Сразу отхожу Оп Теперь можно Убрать шасси Оп Накрылок Переставить Вимк Бери управление 100 где-то Она любит 59% Заряд батарейки Мы поднимаемся Контентом Начинали Мы взлетались 90% Зарядом В общем похоже 30% Расходы И пристрельно Чтобы забраться На эту гору Вайдас Как тебе? Тарактин Электрическое будущее Бензин Бензином не воняет Это хорошо Давай налево Чтобы над гребнем оказаться И будем глушить мотор Так Ну и как у нас моторчик Выключается А вот так А вот так И потом Тумблер Чпок И дальше Моторчик Начинает убираться Красота Конечно С ушами Не то Он по моему Решил приземлиться То ли решил А это тандемчик И он меняет пассажира Вот здесь друзья Склад Сложенные уши В самом боевом варианте Этого применения Сейчас он подойдет К склону И приземлиться на склон Это будет круто Контент огонь Надо это дело Сопроводить Видеосъемкой Видите Даже люди Так сказать Уже готовы Его ловить Это прям стихия Пепестрельная Вот это вот Ножки такие Торчащие Над скалой Блонера Которые Возвращаются На аэродром Вон домой Все возвращаются Ох Шикарно Так Главное Никого-нибудь Не вполяситься А то на этих радостях И на позитиве Можно и накосячить Вот он Параплан На склон садится Блин Как же обидно Что я его Не заснял Прям Нет Вот как раз заснял Сейчас я как раз заснял Самый Драматичный момент Наступает И так Вытащит И потащит Куда-то или нет Не потащила Профессионал Своего дела Эх Сейчас мы над ними Пролетим Вайдес А ты умеешь летать Над Вилье по местности Нет Смотри Я тебе покажу Свой любимый прием Называется Полет по горной дороге Вот для чего Нужен пипестрель Чтоб вот так вот С криками Не стей скорость Нормальная Всегда запас по скорости Нужен быть Чтобы если что Отвернуть От этих елок Как вы видите Крыло так несет Что над ними Будь здоров Некде хорошо И душа Хузом Будем сбивать башенку Вот эту Не будем И по скалам вниз Ну как Коллега Прекрасен Если вдруг У нас что-то Не то будет Мы раз Выпустили мотор И опять Выбрались Но будет то Еще один параплан Наверх Приземляется Не знаю Чего нет Видимо Покатушками Так сказать Зарабатывают И Чего внизу Приземляться Как дуракую Лень Можно и приземлиться На склон А Это одноместный Одноместный Ну видимо Тренирует Заход на посадку На склон Посмотрите Видите Это есть Будущий Тандемчик Он был пока Вот так вот С большими ушами С большими ушами Сейчас мы его Вам посадку Покажем Еще А мы видите Пришли к склону Ну пришли Ниже Конечно Чем хулиганить Улетали Ну так Понятно Сколько же Мой энергии Подратили На это Хульван Но мы сейчас Быстренько Так Чем прекрасен Пипестрель Потому что он Короткокрылый Он же как Лапочка Разворачивается Вокруг Собственного Уха И съедает Самые вкусные Потоки Параплан Как-то он Не хочет Вниз Плететь Может быть И хочет На посадку Но как-то Он не снижается Пока Давайте Я вам пока Еще раз Кандемчиков Близко Покажу Вот они Эти отважные Люди Которые Летают У нас Таких Парапланов Ох Какое место На вечерней зорьке Мы Забрались Друзья И мы тут Не одни Тут какой-то Маньяк На параплане Вон Выше нас Красавчик Огонь Какое Красивейшее Место Какая Волшебная Пропасть Мы Сейчас Попробуем На западный Склон Перетарахтеть Летерочек Имеет Западный Компонент Поменялся А здесь Очень будет Красиво Сейчас Смотрите Тень Кипестрей Будет Надо Тень Позвать Тень А вот Она Вон Она сбоку Далеко Тень Далеко Так от Склона Столи Нас Поближе Скала Впереди Скала Впереди Да ладно Ничего Смех Ну Скала Ну Это Для того И летаем Чтобы скалы Перепрыгивать Раздвигать Их Можно сказать Душой Ить Стремительно Несемся На скалу Что же Будет Врежемся Или нет Вот Он Крест И Проносимся Мимо Эх Легкой Разворот И Сейчас Мы Да Подлетим К параплану К Другу Нашему Меньшему Попали В небольшой Роторочек Вот он Параплан Делаем Вокруг Него Разворот Почета Красавчик Как же Ему Сейчас Клово Бедному А нас Тепло Друзья Мы Летаем Как Вы Видите В шортах И летаем Мы На Электрическом Пепестреле И Хвала Великому Вайдосу Который Привез На него Батарейку И починил Но Не Вайдос Чинил Но На самом деле Если б не он Ничего бы и не было Ох Какие же у него Крылья короткие Как можно Лихо шалить Ура Радость Пришла И так далее И тому подобное Потому что Действительно Радости у меня Сегодня много Планер Который Казалось бы Все Списан в утиль Летает Просто фантастически Мы сегодня Делаем Третий вылет Батарейку Мы заряжали Чуть-чуть Можно было Не заряжать То есть На первом вылете Я истратил 20% На втором 30% Можно было С 50% Взлетать Но мы решили Чтобы не такие Что мы Только топим За безопасность Никакого Хулиганства Никаких Пролетов Немокрестов Страшных И так далее Только контент Так сказать Сертифицированный И одобренный Производителем Вот Поэтому мы Батарейку Зарядили Немножко И в принципе Это нам Помогло Вайдос Вот по-моему Доволен Ты как Вообще Вайдос Доволен? Я сейчас думаю О том, что Носимся над горой Если думать Но не думать То небо Ничем не опасно Вот мы Летаем на склоне Это просто физика То есть я использую Восходящее течение Для того, чтобы летать Так, как мне нравится И могу это делать Левой рукой Могу отпустить управление Взять вправую И поворачивать Направо То есть я делаю То есть я делаю Что хочу И помогает В этом Ээродинамика И самое главное Что ее И ее знания Если ты знаешь Ээродинамику Если ты умеешь Шебуршать Ручкой управления То тебе Сам черт не брат Эть Вот сейчас Например Небольшая Трубулентность В какой-то свой Провалили Ветер меняется Ветер должен Вообще Поменяться С Так сказать Западного На северной В перспективе И завтра У нас Работают будут Вот эти склоны Кстати Они сейчас украшены Горнолыжниками И мы туда Пойдем пошалить Хочешь пошалить Горнолыжниками? Или ты их ненавидишь? Я с ними шалються Вайдас Очень Очень серьезный Мощный инструктор По гордонам лыжам Я вам категорически Рекомендую Еще И на самолете Меня учил летать Это мой самолетный инструктор Вот Очень я его люблю И он очень умный Очень талантливый Ну вообще Просто вот Совсем не серьезный Да И кстати Совсем не серьезный То есть нормальный Такой тоже любит И пошалить И ге-гей И так далее Видите Он даже меня не останавливает А могу сказать Воков Чему я тебя учил Ты же как полная Боевая Руку там держу Да Ты руку держишь Да Хорошо Да Но мы Мы же опытные пилоты Мы же друг друга страхуем Если вдруг Один зажалится Другой В последнюю секунду Тут как раз Ключевое слово Последнюю Может Спасти ситуацию А параплан Друзья Видите Не шалит Нифига И выбрался Под самую кромку облака Он думает Что за придурки Летают на планере Могли бы набрать высоту А сами тут Нам то высота не нужна Мы уже хотим домой У нас ужин У нас карп Сегодня Серега Поймал вчера Огромного карпа И сейчас его коптить Даже двух Кстати о карпах Могли бы вы представить Что Вот этого карпа Или леня Крайне сложно убить То есть Над ним я Я вообще очень Человек Животолюбивый Человек Убить карпа Конечно я не мог Но Серега Не мог тоже Но карпа То надо было съесть Ну и я решил Так сказать Его Надо было конечно Почитать Вот есть история В интернете Как убить карпа И оказывается Очень много веселых Историй О птицы Эх Сейчас мы их На самолете Так нельзя На планере Можно Вот так вот Мы перелетаем Эту гору Потом так Нос в планету У самолета Что будет Перекрутится винт А у нас Отвалятся крылья Если зайдем В желтый сектор Дальше чем нужно Но мы же не такие Мы же аккуратно Я обожаю Вот эту гору Именно с точки зрения Шалости Потому что Сейчас на нее Светит солнце Дует ветер Образуется облака И конечно Контент получается Совершенно шалительный Так вот К слову о карпах Так и не смог Его нормально убить Карп всегда оживал Потом за это дело Взялся Серега Он карпа заморозил Как писали в интернете Но карпа У которого все замерзло Были стеклянные глаза И уже жабры Он все равно дышал И потом Когда его пытались Коптить Он пытался Прыгал Вот в этой коптильне Так что конечно Живодерная конечно История получилась Я считаю Я считаю Что если вы хотите Что-то сделать с карпом Правильно почитайте И уж честно говоря Заморозьте по-настоящему Чтоб не мучить Бедное животное Карп не знал Что он карп Он линь А карп линь Да Это линь А линь Линь нет Что еще Веселого Даже не знаю Погода хорошая Сезон начался Летаем много Летаем весело Горнолыжный сезон Уже Скажем так Подходит к концу Хотя здесь катаются У нас до середины апреля Нет Это к концу Он не подходит Он только Тоже по сути начинается Я предлагаю Так как мы здесь просили Видите Летать я не умею Я предлагаю Навестить горнолыжный парк Под это дело А то Все какие-то Грустные истории Про Линьи карпов Как кстати Правильно держать ручку Вот так Требя пальчиками Друзья Сегодня Мой ученик Летал на этом планере И наконец-то Его научил правильно Держать ручку Он ее вот так Вцеплялся в нее У него потела рука И ничего не получалось Вот Как только он Стал держать ручку Правильно Он сразу начал Летать ближе К вот этим скалам И вообще Вести себя более прилично Так что Держите ручку правильно У вас все получится Так А мы же С криками гигей Перевариваем В зону Горнолыжных Перемещений Итак Стали ли подъемники По времени Еще должны кататься Наверное Да Нет Уже не должны Пиво пьют уже Уже пиво пьют А тут же Из-за того Что жарко В смысле Видите Склоны все растаяли Подъемники Все остановлены Слушай Может горнолыжников То нету Или просто уже Поздно Шесть часов Шесть часов Ну да Шесть часов Какие могут быть Горнолыжники Друзья Позор Как это Крепкая боевая Двойка мне За то что я Сюда залетел Ну ладно Ну посмотри Нет горнолыжников Ну что нам Возьмем сейчас Перелетим назад Ой Ой это плохое слово В авиации Но ой я почувствовал Что надо Вот эту Перелететь Гребень Иначе за ним Будет Вот совсем ой Оп Гребень я перелетел Почему Потому что ветер Вот в горах Крайне важно Знать Вот эти все Нюансы с ветром Некоторые спрашивают Как же вы так Летаете в горах Да вот так Ты просто все время Знаешь ветер Следишь за ветром Чувствуешь ветер Смотришь прогноз О О Вот ветер Вот пожалуйста Видите образуется Над горой облако Красивое И даже видно Как этот ветер дует Как вот эти ниточки Облако выстраиваются Над горой Собственно сейчас Они демаскируют Вот этот динамический потоп Который над горой Работает Сегодня уникальная погода Когда ветер С юго-восточного Через юго-западный Меняется на северный Мы опять вернулись К нашему склону В принципе Летать мы на нем Можем вечно Пока дует ветер И светит солнце У нас Тепистель Не нарушает Правила визуальных полетов Он летает только днем Иногда вечером В сумерках Мы можем летать Полчаса После Так сказать Заката И полчаса До рассвета Свято Блюдем этот момент Потому что Действительно Когда не видишь земли Очень сложно приземлиться Ну что ж Я вам сделаю Сейчас еще один Красивенький проход По вот этим скалам Сейчас Самые красивые места Пошли На вот этой высоте Примерно Здесь Много Таких пещерочек Красивых Вкусных Которые можно Ну на пепистель Конечно Залететь в них нельзя Это будет Совсем уж Контент огонь Но допустим Заглянуть Крылышкам Вполне можно Что мы Собственно Сейчас И попробуем Сделать О Там гора Во всей красе Я в нее Прицеливаюсь Проверяю скорость 120 Комфортно Для меня Потому что Медленнее лететь Страшно У такого рельефа И вот сейчас Я поближе К рельефу И перевожу Плавненько Камеру на крылышко И вы можете Любоваться На шутенью Которая сопровождает Нас по этим Великолепным Волшебным скалам А я к ним Все ближе И ближе Если есть скорость Ближе можно Если скорости нет Ближе страшно Даже мне Ну и конечно Когда Ваши ноги Смотрят Вот так вот Вот в эти скалы Это конечно Ух Ну сколько Открыла До Скалы Не знаю Немного Недалеко Хе-хе-хе-хе-хе Эх Ю-ху Когда Вайдас Меня учил Летать на самолете Я заложил Первый же разворот С креном В 45 градусов Первый же После взлета Он сказал Волков Ты кто Самоубийца Или что Я говорю Как же еще Поворачивать самолет Он говорит Блинчиком Нежненько Градусов 30 Крен Зачем такой большой Я говорю А зачем маленький Но оказалось Что на самолете Все немножечко по-другому Это было не планер Ну вот теперь Я когда на самолете летаю Всегда пытаюсь отучиться Разворотом Вот этими мощными кренами А на планере 45 градусов Это самый кайф Это прям К бабке не хоти Как приятно Разворачиваться Вай Что ты скажешь По поводу моих 45 градусов Я помню Когда ты разворачивался Я тебе говорил Что экзамен Ты так не сдашь А ну да Как бы можно Но у нас сейчас 2,5 километра По высоте А там было метров 50 Ну да Ну как Есть скорость Есть скорость Нет проблем Если есть скорость На самолете Она зависит от двигателя Ну и от положения Естественно От тангажа Но потерять на самолете Скорость Наверное проще Чем на планере На планере Эта скорость Чувствуется На вкус Вот в этом Шуме ветра Вот в динамике Этого планера В положении капота Относительно горизонта Она вообще в крови Можно сказать Вот эта вот скорость Она в крови Планериста Поэтому Ее намного Сложнее потерять Хотя конечно Было бы желание Было бы желание Сделать вот это все Да Видите Я не особо стараюсь Высоту набрать Но Она и не теряется Особо Конечно Вот этот рельеф Потрясающее воображение Даже меня сводит с ума Здесь мы не так часто летаем Вот Надо вот этими скалами Потому что Как правило Или ветер сильнее Или погода сильнее Нас выносит вверх Либо Мы стремительно Несемся вниз А так Чтобы можно было Вот так долго шалить Единственное что Мне надо Вайдесу Надо дать полетать Около этих скал Как ты? Да я летаю Ты летаешь? Нет А попилотировать? Нет Я наслаждаемся этим делом Зажигай Смотрю на высокий класс Когда можно Это все снимать Говорить И летать Снимать Это уже Про деформация Конечно Друзья Скажу честно Сначала Когда я летал на планере Я молчал как в тряпочку Я смотрю свое первое видео И понимаю Что Какой-то позор полный Как можно Снимать И не говорить Иногда меня сейчас критикуют Что И критикуют Что Как можно Как можно Трындеть Не переставая Столько времени Соглашусь С этой Обоснованной критикой Потому что Даже у меня Например Сейчас пересохло В горле И хочется пить Потому что Слишком много Разговариваю С другой стороны Вы же Через слова Ощущаете Мои эмоции Вот видите Мои ноги Над пропастью И ощущаете эмоции И Вайдеса Видите Который Спокоен Как Без эмоций Да Без эмоций Спокоен вообще Ничего не боится Ну потому что Когда Инструктор летает С курсантами Много-много Потом еще Есть ученики Горнолыжники И так далее То возникает Тоже какая-то Профдеформация Что Да вроде как Уже ничего не страшно Ты столько В жизни повидал Что Столько Вещей Которые Как может Человек Ученик Или кто-нибудь Накосячить Что уже Ничего не боишься Важно Что формируется Ощущение Неба Вот такое Ощущение Полета И ты Способен Разговаривая Пилотируя Что-то делая Выполнять Обычную работу Держать ручку И с помощью нее Заставлять планер Летать Туда Куда тебе Хочется Вот И самое Приятное Наверное В этом Это ощущение Именно Чувства Вот этого Крыла Что Это крыло Является Неким Продолжением Твоих Лап Рук И всего Остального Ты чувствуешь Вот этот рельеф Кстати Зачем нужно Пилоту Хорошее зрение Чтобы Чувствовать Вот это Расстояние Я могу Сказать Что зрение У меня Отвратительное Я Можешь Сказать Слепой Инструктор Потому что Плохо Вижу Но Это была Секретная Информация Но я Прекрасно Чувствую Расстояние До Тех Скал И Есть Замечательный Пилот Анохин Который Без одного Глаза Летал Прекрасно Тут Самое Главное Именно Заставить Мозг Найти Альтернативные Пути Для Сбора Информации На каком Расстоянии До склона Мы летаем И Например Какой Альтернативный Путь Некоторые Находят Это Крики Пассажиров Когда Ты Слишком Близко К Склону То Пассажиры Могут Орать Сейчас Этот Старый Придурок Нас Убьет Но Во-первых Не старый Во-вторых Вайд Так Не Закричит Потому Что Он Знает Не Надо Не Надо Так Информация Мы С ним Позитивно Летаем Я думаю Что Ролик Затянулся То Что Я Хотел Вам Сказать Я Сказал То Что Я Хотел Вам Показать Показал Ролик Получился Безмонтажный И Это Большое Достижение Представляете Я Трындил 16 Минут Не Переставая Пишите Как Понравилось Что Убрать Что Добавить До Новых Встреч Глубок Уважаемые Любители Летных Видов Спорта До Новых Эй И Эх Надеюсь Позитивных Роликов Эх 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 Ну Эх 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 Продолжение следует...